Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории нашей области около 20 тысяч километров. Их обслуживание, а также строительство новых дорог – это огромная работа. Эффективность работы профильного министерства в последние годы ярко выражается через контрольные цифры. Сумма Дорожного фонда Тамбовской области в прошлом году превысила размер 9 миллиардов рублей, что значительно выше показателей года 2021-го. Тогда Дорожный фонд составил 5 миллиардов 850 миллионов рублей. За счет этого прироста в прошлом году удалось привести в нормативное состояние на 100 километров дорог больше, чем в 2021 году. В этом году, как и в предыдущем, планируется отремонтировать не менее 300 километров дорог регионального и местного значения. Дорожные работы уже начались во многих муниципальных округах региона, в том числе в городах Тамбов, Мичуринск и Маршанск. Значимые объекты – это автодорога Тамбов-Шацк, которая проходит через город Маршанск. Продолжается работа по капитальному ремонту автодороги Маршанск-Печаева. Рассуществляется работа на трех эксплуатационных сооружениях. Это два моста через реку Ламочка и один через реку Печаевка. Причем мост через реку Печаевка уже сдан в данную эксплуатацию. Говоря о воздушных трассах, стоит сказать, что ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Тамбов, завершенный в прошлом году, позволит пересмотреть тип судов, которые принимает воздушная Гаваня области. Речь о приеме в Донском самолетов типа «Сухой Суперджет». Также в ведении регионального Минтранса находятся пассажиры перевозки по железной дороге. В прошлом году после переговоров главы региона Максима Егорова с руководством ЮВЖД запустили городской поезд «Тамбов-Котовск». Для открытия пригородного маршрута построили пять новых остановочных платформ и реконструировали одну существующую. Маршрутная сеть городского поезда будет развиваться. Одно из направлений – поселок Новая Ляда. Максим Егоров отметил, что работа всех видов общественного транспорта продолжит совершенствоваться. Особенно это касается густонаселенной Тамбовской городской агломерации. В нашей области выделен грант на покупку автобусного транспорта. Сейчас мы ведем переговоры, какой это будет транспорт, в какие города, в какие районы. Но мы стараемся максимально обеспечить, покрыть необходимость замены транспорта. Сразу хочу сказать, что одним из условий представления грантов нашим муниципалитетам будет единый брендбук оформления автобусного транспорта с единым цветом. Также в рамках заседания коллегии министерства глава области Максим Егоров наградил руководителей транспортных организаций Тамбовой области, которые в прошлом году выполнили специальное задание в Крыму и Херсонской области. Водители практически месяц работали на автобусах, эвакуировали жителей с Херсонской области. Ребята, я думаю, рисковали. Плюс в походных условиях полевых жили все время командировки, которые там были. Награждаемые, в свою очередь, в благодарность за поддержку автотранспортной отрасли подарили Максиму Егорову модель известного автобуса ЛИАЗ-677. 19-й маршрут был в городе Нижнем Новгороде. Я на нем часто ездил. Такой автобус ходил. Действительно теплый, мягкий, хороший. Кроме того, на заседании коллегии обсудили задачи, которые стоят перед дорожно-транспортной отраслью в ближайшей перспективе. Павел Юрасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.